Курорт снова в лидерах. Сочи стал самым популярным среди направлений внутреннего туризма в России в этом году. Эвакуация на вертолете, утонувший купальщик и травмированный турист. Минувшие выходные выдались для сочинских спасателей горячими. Нереальное лето. Под таким девизом в Сочи прошел летний фестиваль для участников городского проекта «Площадка нашего двора». Сочинец привез бронзу тяжелоатлет Давид Библ занял третье место на чемпионате России по тяжелой атлетике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас там проходит смена от мысли к действию. Участниками смены стали более 400 человек со всего края. По уже сложившейся традиции в главном лобном месте лагеря Колизеи главе региона. Они рассказали о своих проектах и задавали самые разные вопросы. И назовите для вас три самых главных качества лидера. Ну, первое, лидер должен, друзья, всегда оставаться самим собой. Потому что лидер, это же не только форма, это содержание. И вот если я буду изображать губернатора, а не быть губернатором в своей повседневной жизни, и на самом деле делать те поступки, которые должны принести дивиденд всему региону, вы это очень быстро почувствуете. И вы не поверите губернатору, так и лидеру. Второе качество – принципиальность. Это очень важно, потому что принципиальный человек, это тот человек, на которого можно опереться, и который никогда не откажется от своих принципиальных взглядов. Значит, он надежный. И вот настойчивость – это третья черта лидера. В лидера ведь верят. Поэтому он никогда не может отказаться от движения вперед, настойчиво к нему двигаться и вести за собой других. Творческая идея этой смены – Всемирный фестиваль молодежи, который в этом году будет принимать Олимпийский Сочи. Поэтому все отряды на площадке региона 93 на время превратились в делегации 22 государств, которые будут принимать участие в большом молодежном празднике. Они показали и рассказали Вениамину Кондратьеву о традициях и обычаях каждой страны и даже угостили национальными блюдами. Стали известны подробности программы фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Оргкомитет опубликовал официальный промо-ролик. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября. Ключевые события состоятся в Олимпийском парке Сочи. Впервые в своей истории основные события молодежного фестиваля будут проходить не в столице государства и в то же время в грандиозном празднике будет задействована вся страна. Фестиваль займет все пространство Сочинского Олимпийского парка и объединит более 30 тысяч людей из более чем 150 стран. В Ледовом дворце Большой состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия. На Олимпийской площади Медаллсплаза пройдут важные мероприятия культурной программы, будут установлены арт-объекты и расположены зоны отдыха. Главный медиа-центр отведен под научно-образовательную дискуссионную программу и молодежный экспоцентр. Перед участниками выступит более 700 спикеров. Здесь же разместятся некоторые площадки культурной программы, кинофестивали, арты, фотовыставки. Адлер-арена станет домом для участников Мирового молодежного симфонического оркестра. Тут пройдут репетиции первого в своем роде музыкального коллектива, который в итоге даст симфонический концерт для участников и гостей фестиваля. Ледяной куб станет танцевальной академией, новым театром, полем для мини-футбола. Скейт-парк и трасса «Формулы-1» вместят спортивные и игровые форматы. Центр фигурного катания «Волосожар» и «Траньково» и другие объекты Олимпийского парка также примут гостей со всей планеты. Сочи стал самым популярным среди направлений внутреннего туризма в России в этом году. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. По данным Ассоциации туроператоров, самую большую часть турпотока принимает Адлер до 40% от всего турпотока. Недельная поездка на курорты Большого Сочи, по данным туроператоров, в августе в среднем обойдется туристу в 25-28 тысяч рублей. Это проживание и питание. На втором и третьем месте Анапа и Геленджик. Крым в рейтинге туроператоров находится на третьем-пятом местах в среде самых популярных направлений летнего сезона внутри России. В Сочи доставили пятерых пострадавших от взрывов в Абхазии. Всех их приняла 4-я городская больница. Сейчас в больницах Абхазии осталось двое граждан России. Одна женщина в Гагре, другая в Сухуми, сообщает АСС. Также в Санкт-Петербург отправлены тела двух погибших от осколочных ранений жительниц северной столицы. Напомню, взрывы на складе вооружения в Абхазии рядом с селом Приморское прогремели в минувшую среду. Более 20 россиян получили осколочные ранения. Сочинским спасателям пришлось эвакуировать туриста с приюта «Фиш». Оперативный дежурный адыгейского спасотряда сообщил, что с приюта «Фиш» требуется срочная эвакуация участника похода. Как сообщил адыгейским спасателям, руководитель группы по радиосвязи, один из участников похода получил сильные солнечные ожоги. Также у него затруднено дыхание и повышено давление. К слову, приют находится на высоте 1600 метров над уровнем моря. Для экстренной эвакуации пострадавшего был задействован вертолет МЧС. Спасатели эвакуировали 27-летнего жителя Московской области на базу в Сочи и передали его сотрудникам скорой помощи. По предварительному диагнозу у молодого человека развилась сильная аллергическая реакция. Минувшие выходные вообще выдались для сочинских спасателей горячими. Им пришлось несколько раз выезжать для оказания помощи. В районе пляжа Приморский утонул нетрезвый 27-летний житель Чечни. На мамайке спасателям пришлось снимать с крыши дома неадекватного гостя курорта. Еще один невменяемый мужчина, житель Луганской области, был эвакуирован из реки Сочи. Также сотрудники МЧС вывели из леса у горы Ахун заблудившуюся семью и транспортировали через реку жителя села Ореховка с обострением сахарного диабета. Помимо всего этого, в воскресенье сотрудникам МЧС поступил еще вызов. В каньон реки Хоста, в районе экскурсионного объекта Белые скалы, во время прогулки по ущелью 44-летний сочинец прыгнул в реку и сильно ударился спиной о поверхность воды. Товарищи вытащили его на так называемую скальную полочку и позвонили в МЧС. К мужчине спустился спасатель, оказал доврачебную помощь. После этого пострадавшего зафиксировали в вакуумных носилках и подняли из каньона. Затем он был передан врачам. В Сочи проверят пассажирские автобусы. В Краснодарском крае с 9 по 23 августа проведут рейды по безопасности перевозки пассажиров в общественным транспортам. Водителей проверят на соблюдение режима труда и отдыха автобусы и на оснащение тахографами и соответствие прочим правилам безопасности перевозок. Особое внимание полицейские уделят наличию и нормальному функционированию аварийных выходов и оснащенности всех сидений ремнями безопасности, сообщили в Краевом управлении ГИБДД. Проверят автобусы и на наличие незаконных изменений в конструкции. Чаще всего это перестановка сидений, изменение их количества, превращение мест для пассажиров в грузовые отсеки. Также инспекторы проконтролируют, прошли ли водители медосмотр перед выходом в рейс. Мусоросортировочный завод в Сочи оценили в 283 миллиона рублей. Такие данные содержатся в материалах единого реестра сведений о банкротстве. Рыночную стоимость зданий и сооружений по улице Водораздельной 1 определили в 161 миллион рублей. Права аренды земли в 122 с лишним миллиона рублей. На территории завода располагаются административные здания, канализационные, насосные, мусоросортировочные станции, коммуникации и прочее. Имущественный комплект сейчас обременен в пользу АО «Банк Союз», сообщает РБК. В нынешнем году завод, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью ТСМ, исключили из схемы утилизации отходов в Сочи. Минувшим летом из-за роста турпотока и недостаточных мощностей мусоросортировочного завода, ситуация с ТБО в Сочи достигла критического уровня. Осенью к проблеме подключилась городская прокуратура, которая сначала вынесла представление руководству мусоросортировочного комплекса и затем обратилась в суд. Последний, в свою очередь, обязал предприятие вывести отходы, накопившиеся на заводе, за пределы города. Теперь завод проходит процедуру банкротства. 26 августа вступит в силу новая статья Уголовного кодекса России. Она ужесточает ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной спиртосодержащей продукции, если это деяние совершено неоднократно. Как поясняет прокуратура Центрального района Сочи, ранее за незаконную розничную продажу алкоголя предусматривалась только административная ответственность. Теперь в примечании к статье 171 пункт 4 законодатель определил, что лицо подлежит уголовной ответственности. Только если ранее это лицо было подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние. На виновника по приговору суда может быть наложен штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, либо назначено наказание в виде исправительных работ на срок до одного года. Нереальное лето. По таким девизам в Сочи прошел масштабный летний фестиваль для участников городского проекта «Площадка нашего двора». Парк Ривьера превратился в одну большую дворовую площадку с квестами и игровыми зонами. В целом в Сочи этим летом работает 145 площадок нашего двора, которые ежедневно посещают более трех тысяч ребят. Городской социальный проект сочинских единороссов «Площадка нашего двора» рассчитан на летнее оздоровление юных сочинцев. Вот уже семь лет программа работает в каждом из четырех районов Сочи. Благодаря ей каникулы школьников проходят с пользой. Фестиваль же нереальное лето собрал детей с дворовых площадок центра и хосты. И без того всегда переполненная детьми Ривьера превратилась в один большой детский городок. В программе фестиваля яркая анимационная программа, эстафеты, выступления танцевальных коллективов, шоу мыльных пузырей, приключенческий квест с 20 интерактивными зонами. Здесь ребята преодолевали туристическую полосу, учились ходить по канату, кстати, с помощью мэра. Анатолий Пахомов пришел в гости к детям и отметил, что лето для ребят выдалось не только нереально жарким, но и нереально интересным. Научили школьников играть и в новые игры, которые на самом деле оказались хорошо забытыми старыми. Классики, прыжки через резиночку, городки. К слову, именно к этим зонам выстроилась самая большая очередь. Глава города составил компанию ребятам в дартсе. По соседству проходил интерактив «Выбери свою профессию». Здесь ребята поделились с главой города Сочи мечтами о будущем. Рассказали, кто кем хочет стать. В списке фотографы, врачи и даже мэр. Мэром хочешь? Мэром должен много работать. Ты готов? Готов, да? Вот видишь, какое у нас хорошее поколение растет. Кстати, впервые этим летом в рамках площадки нашего двора для юных сочинцев проводят экскурсии на городские предприятия. Ребята узнают, как пекут хлеб и очищают воду. Ведь задача социального проекта не только развлекать, но и образовывать. Многие наши детки не только во дворе занимались спортом, либо искусством, но и также посещали предприятия, были в Дымграре, сажали деревья. То есть, по большому счету, такая разносторонняя программа. И этого мы и хотели. Мы хотим, чтобы наши детки были заняты все лето, и мы хотим, чтобы наши детки были здоровы. Чтобы они набрали сил и школу на занятия. Реализуют же поставленные задачи так называемые аниматоры. Это волонтеры, среди которых как студенты, так и активисты и общественники серебряного возраста. Они прекрасно понимают, что если они придут на площадку, они просто не посидят. Что для них организованы все игры. И спортивные, и рисование, все кружки. И мы их не только развлекаем на детской площадке, мы им устраиваем военно-патриотические занятия. И самое главное, что мы устраиваем там дни рождения. Это детей соединяет, это детей сплачивает. Это наше будущее. И мы должны себя полностью посвящать детям, чтобы был результат. Дети должны знать, что их любят и ждут. Сами дети, среди которых оказалось и немало гостей курорта, свои каникулы считают и правда нереальными. Говорят, теперь уж точно будет о чем писать традиционное сочинение «Как я провел лето». Время мы проводим, интересно, мы не проводим их в подворотне, то есть не курим, не пьем. Мы проводим это время, обучаясь чему-то новому. Я приезжий, но площадка реально замечательная. Вот у нас, лично у нас в Подмосковье, в Москве, таких площадок нет. Также время от времени у нас проводятся военно-патриотические вещи, благодаря которым мы учимся уважать нашу страну. Благодаря этому я решил пойти служить в армию. Смартфон – это уже не тот век, и на улице гораздо интереснее, потому что, ну я даже не знаю, как это писать. На улице реальные люди находятся. Да, то есть в интернете такого нет. Результат программы площадки нашего двора, который мэр Сочи Анатолий Пахомов инициировал 7 лет назад, демонстрирует и строгие статистические цифры. В летний период на курорте стабильно снижается подростковая преступность. И это не просто результат, а успех считают взрослые. Приоритетные профессии на ближайшие 10 лет определят в Краснодарском крае. Список специальностей сформируют с учетом крупных инвестиционных проектов, которые реализуются или планируются к реализации в регионе. Сейчас таких проектов на Кубани 357. Планируется, что благодаря им в регионе будут созданы порядка 40 тысяч новых рабочих мест. Перечень специальностей, которые будут наиболее востребованы на этих производствах, будет учитываться при развитии системы профессионального образования в крае, сообщает пресс-служба администрации региона. Работодатели проинформируют о происходящих изменениях. С октября для них будут организованы дни открытых дверей в средних профессиональных учебных заведениях. К слову, в прошлом году в Краснодарском крае было более 337 тысяч рабочих мест. В этом году показатель увеличится на 20 тысяч, а по прогнозам к 2020 году он вырастет до 60-92 тысяч. Необычное видео набирает популярность в интернете. Как его назвали пользователи сети, история о сочинском гостеприимстве. На кадрах совместный обед кошек и змеи. Сняты они в Сочи. Как пишет автор ролика Мария Пономарева, змеи в их дворе ползают уже давно, и никто их не боится. А одна и вовсе приходит на обед каждый день в одно и то же время. Ну а кошки, судя по кадрам, с удовольствием делятся с присмыкающимися своей едой. Сочинец привез бронзу. Тяжелатлет Давид Библ занял третье место на чемпионате России. Турнир проходил с 1 по 6 августа в Чебоксарах. Чего не хватило спортсмену, чтобы взять серебро, расскажет Татьяна Говоркова. 165 килограммов в рывке и 196 в толчке взяты. А это значит, бронза уже в кармане. Борьба за награды Давиду Библ давалась нелегко. Соперники у сочинца были серьезные. Если цели обойти чемпиона мира 2016 года не было, то вырвать второе место у спортсмена из Ханты-Мансийска Давид вполне бы смог. Но, увы, дело случая. Мог бы реально стать вторым. Немножко не повезло именно в техническом плане. То есть буквально 2 сантиметра решали второе место. В принципе, я доволен. Третье место для меня тоже впервые за 15 лет в спорте, тяжелой атлетике. То есть на чемпионате страны завоевает третье место. Для меня это большая награда. К чемпионату России Давид Библ готовился 3 месяца. Активно помогал ему известный сочинский тяжелоатлет Владислав Яркин. Площадка для тренировок – это зал Федерального центра Югспорт. Здесь Давид не только совершенствуется в тяжелой атлетике, но и работает. Поэтому руководство тренировочной базы оказывает помощь спортсмену. Они мне помогали, всячески поддерживали. То, что касается медицинских восстановительных процессов. То есть без этого, конечно, было бы гораздо сложнее. Ближайшие соревнования в тяжелой атлетике – чемпионат мира. Давид не уверен, что будет отобран на этот турнир. Но сочинец уже включен в состав сборной команды России. И через две недели отправится на сборы. Сначала в Кисловодск, затем в родной Сочи. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. 5 октября на Сочинской трассе «Формулы-1» пройдет третий международный полумарафон на колясках. В третий международном полумарафоне на колясках примут участие не только знаменитые спортсмены-паралимпийцы, воспитанники заслуженного тренера России Ирины Громовой, но и перспективная молодежь из российских регионов, а также международные участники. Оргкомитет будет принимать заявки до 5 сентября. Идея проведения международных гонок на колясках на трассе автодрома «Формулы-1» протяженностью более 21 километра появилась во время зимней паралимпиады в Сочи. Практически сразу была создана легкоатлетическая команда российских бегунов-колясочников. Тренирует их легендарная Ирина Громова. В тренерский штаб также входит Сергей Шилов, шестикратный чемпион зимних паралимпийских игр. Основные задачи полумарафона – развитие и пропаганда спорта среди людей с инвалидностью. Напомню, турнир состоится в Сочи 5 октября. Кубок Южной столицы. Открытый военно-спортивный турнир по страйкболу пройдет в Сочи. Он состоится 12 августа в 9 утра на улице Дорога на Большой Ахун, район пустующего ресторана. Турнир подразделяется на несколько этапов состязаний, таких как ножевой бой, статистическая стрельба, командный бой, освобождение заложника, слепой ковбой. В соревнованиях примут участие как сочинские команды, так и участники из Хадыжинска, Краснодара и Республики Абхазия. И в завершение информации от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники «Валя Денталь» весь август проходит акция о имплантации и протезировании за один день 17 тысяч рублей улица Чайковского, 3. Центр доктора Бубновского в Сочи победит боль в спине и суставах. Индивидуальные программы, врачебный контроль и сопровождение специалистами. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габейшая. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.